МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Великая Фаина Раневская говорила, у меня есть любимая болезнь – чесотка. Чешешься – и еще хочется. И ненавистная – геморрой. Ни самой посмотреть, ни людям показать. Здравствуйте. Сегодня в программе «Тело человека» мы будем говорить не только о геморрое, но и, в принципе, о заболеваниях прямой кишки. Часто ли беременность провоцирует геморрой? И почему сидеть долго на одном месте опасно для здоровья? Сегодня на эти и другие вопросы в нашей студии ответит эксперт. А пока небольшая анатомическая справка. Прямая кишка является конечным, или, как сказали бы медики, дистальным отделом толстой кишки. Она расположена в полости малого таза и идет вертикально вдоль вогнутости крестца от мыса до заднего прохода. Длина ее составляет 16-18 сантиметров. Мышечная оболочка прямой кишки состоит из двух слоев – наружного, продольного и внутреннего, циркулярного. Продольный мышечный слой охватывает прямую кишку со всех сторон и расположен более или менее равномерно на всем ее протяжении. Внутренний циркулярный слой расположен по окружности прямой кишки в виде разных по диаметру колец и спиралей, которые, последовательно сокращаясь, медленно перемещают содержимое прямой кишки. А сейчас самое время представить гостей нашей сегодняшней программы. Итак, давайте знакомиться. Сегодня о заболеваниях прямой кишки мы будем говорить с врачом-проктологом Виктором Степановичем Кротом. Здравствуйте. Добрый. А помогать нам будут двое студентов Гомельского государственного медицинского университета. Это Наталья Пинчук и Никита Лагунов. Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Традиционно мы в начале программы задаем вам вопрос. Он уже готов. Внимание на экран. Особенность нашего менталитета состоит в том, что за редким исключением визиты к врачам мы откладываем и переносим. Боль терпим, а болезни перехаживаем. И все-таки в конечном итоге идем. Но есть специалисты, поход к которым до сих пор вызывает у ряда пациентов суеверный ужас. Кто, на ваш взгляд, занимает три первых строчки этого рейтинга и почему? Ну что ж, ребята, для вас уже прозвучал первый вопрос. Включайте логику, ищите ответ. А мы пока начнем наш разговор. Виктор Степанович, скажите, пожалуйста, ну вот уже было сказано о том, что есть специалисты, к которым идут пациенты с крепя сердца. Не знаю, назовут ли ребята вашу специальность в топе тех самых нелюбимых врачей. Но, тем не менее, мы знаем, что многие пациенты приходят уже тогда, когда малотравматичные методы лечения уже не применишь. А есть ли те люди, которые действительно приходят в самом начале заболеваний к проктологу? В последнее время, да, таких людей все больше становится. Почему? Видно, появился достаточно такой широкий доступ к информации. Вот, люди привыкли анализировать свое состояние, могут поискать в интернете, да. И, в общем-то, соотнося свои симптомы и вычитав там страшные болезни, в общем, 3-5 дней, и они уже на приеме у проктолога, да. Ну, а если говорить в принципе, то какие все-таки, на что нужно обращать внимание, с какими жалобами человек уже должен прийти к вам? Чаще всего в поликлинику или к специалисту, вообще к любому доктору приходят люди для чего? Просто спросить. Вот, они даже мимо очереди стараются пройти, мне просто спросить. Вот, и, в общем-то, в последнее время у нас тоже такая есть тенденция, когда приходят посоветоваться, да, просто спросить. И, в общем-то, жестких симптомов таких у человека еще нет. Вот, какие-то первые сомнения закрадываются. Неудобный, некомфортный поход в туалет, да, нерегулярный, да, стул. Вот, и, в общем-то, а если уже появляются там какие-то следы крови на салфетке, слизь, вот, это уже он, этот человек у нас. Скажите, пожалуйста, ну, вот самое распространенное заболевание, которое всем известно, это геморрой. Действительно ли вот статистика говорит, что каждый второй имеет геморрой, а у каждого третьего это даже хронический геморрой? Ну, в общем-то, геморрой как болезнь, да, вот, он процентов 35-40, население, можно говорить о том, что да, у них есть геморрой как болезнь, по крайней мере, в первой стадии точно. Вот, а вообще геморроидальное сплетение – это, в общем-то, орган, который есть 100% у всех людей. Вот, и в течение жизни, хотим мы или не хотим, они растягиваются, увеличиваются в размерах. И, в общем-то, наступает момент, когда узел перестает геморроидальный быть фиксирован в кишке, и это уже первые такие посылы для того, чтобы развивалась болезнь геморрой. Вот, ну, название там само за себя говорит, да, но всем известно, там, из греческого языка это геморрой, это кровотечение, то есть болезнь, если так на русский язык, то называется кровотечение. О том, чтобы он стал хроническим, ну, человек должен лет 5 уже, там, от 3 до 5 лет какие-то симптомы должен иметь, да, там, периодически выделение крови из кишки без боли, без ничего, там, следы крови на салфетке, вот, и кровотечение из геморроидальных внутренних узлов, оно практически не сопровождается никогда болевым синдромом. И уже это и будет первая стадия, да, то есть один-два раза в жизни любой нормальный человек, который, там, в стандартном режиме, с умеренными нагрузками, да, там, вот, он, эти симптомы проявлялись у любого человека, вот, но если уже такие моменты, там, 3-5 раз в год, да, если кровотечение становится, там, 2-3 дня подряд, да, и уже требует, там, не только каких-то моментов режимных, да, соблюдения режима, питания, режима нагрузок, и уже требует уже второго этапа лечения, там, свечами, мазями, таблетками, да, ну, тогда уже можно вот в такой ситуации говорить о геморрое, как о болезни. Давайте мы еще не забегая вперед уже про лечение, а поговорим еще о факторах риска. Что бы вы отнесли к основным факторам риска развития геморроя? И действительно ли вот такое мнение существует, что беременность это как дополнительный фактор риска? Ну, беременность – это вообще самый страшный диагноз, наверное, который у докторов есть, да, вот, да, и, конечно, я не специалист в беременностях, вот, но говорят, что гормональный фон беременной женщины делает ее венозную стенку очень тоненькой, да, то есть через несколько таких барьеров растущий человек должен получать питание, кислород, да, кровь мамы и кровь будущего человека, ребенка, не смешивается между собой. И первый такой момент, да, вена становится хлипкой, ну, как решето, да, вот, а уже второй момент – это дополнительная нагрузка на малый таз, там, напряжение в мышцах таза, да, вот, плюс ко всему стенка тоненькая и нарушение оттока крови от, не только от геморроидальных сплетений, это вся нижняя половина, там, туловище, это и ноги, и почему и варикоз на ногах впервые очень часто проявляется в момент беременности, вот. Ну, в том числе и геморроидальные сплетения страдают тоже, ну, редко, редко, ну, не то, что редко, да, бывает, там, наверное, ну, процентов 70 беременных женщин в той или иной мере, да, вот, получают увеличение геморроидальных узлов в размерах, но проявление геморроидальных, вот этих проявлений симптомов как болезней, ну, наверное, чуть пореже. Узлы увеличатся в любом случае, они наполнятся кровью, станут большими, но вопрос в том, что будут ли они болеть в момент беременности, не факт. Ну, а если говорить о других факторах риска, например, профессиональные, мы знаем, что у тех, кто долго стоит на ногах, у них, в принципе, склонность есть к варикозному расширению вен, да, а вот склонность к геморрою, каких-то профессий есть? Ну, как это уже давно, да, это болезнь кресла называют, да, вот, это сидячие моменты, статичное положение, вынужденное длительное, когда кровь по венам-то течет за счет работы мышц, если мышцы не работают, скорость кровотока падает, нагрузка на венозную стенку, в общем-то, на любую увеличивается, в том числе и на геморроидальные сплетения. Ну, и второй, это момент интенсивное повышение давления крови в этих сплетениях, это повышение давления в брюшной полости, там, нагрузки, да, опять же, вот, говорю, неудобная поза, там, положение, сидя на курточках, такое, да, там есть специальности, допустим, строители часто, да, вот, попадают к нам с такими неприятностями, но основной такой патогенетический, как бы, такой фактор, это разница нарушения притока и оттока крови от этих сплетений. Чем эта дельта больше, да, тем быстрее будут увеличиваться узлы, а, соответственно, в перспективе больше шансов человека поиметь уже геморрой как болезнь. Ну, а если говорить об особенностях питания? Ну, если человек регулярно ходит в туалет, не испытывает при этом, там, необходимости сильно тужиться или, там, засиживаться на унитазе, там, долго, да, если пусть, там, два-три раза в неделю ходит в туалет, но содержимое кишки достаточно мягкое, и он, там, не держится за этот унитаз руками, чтобы сходить в туалет, да, то в режиме питания, да, в его жизни можно особо ничего и не менять. Вот, если есть какие-то продукты, которые вызывают запор или, наоборот, там, жидкий стул часто сбивается, человек, да, там, пять-шесть походов в туалет жидким содержимым кишки, это ничуть не легче для узлов перенести, чем, там, один раз в месяц запор, в общем-то. То есть, и если человек уже испытывает проблемы вот с этим, то питание, конечно, нужно пересматривать. Если он ходит в туалет регулярно, то пусть живет, стресса в нашей жизни хватает. Тогда еще такой закономерный вопрос, а вот засиживаться в туалете с книжечкой, там, с планшетом и так далее, как бы как специалист к этому относиться. Пожалуйста, только не надо напрягаться в этот момент. Понятно. Где у него найти уединение, там, пожалуйста, закрылся, сиди, читай, но не напрягайся. Понятно. А есть ли наследственная предрасположенность кеморрой? Момент, да, такой есть. Вот, в общем-то, многие пациенты говорят, да, у там, у папы, у мамы. Вот, и теперь мы, в общем-то, собрали все, что могли собрать и пришли. Есть. Когда уже от консервативных методов переходит к оперативным? Потому что многих людей, в принципе, вот этот момент останавливает. Раз пойти к проктологу, значит, это однозначно будет операция. Всегда ли это так? Ну, нет, однозначно нет. На самом деле, ну да, что мы понимаем под словом операция. То есть, если уже не просто там доктор рукой посмотрел, а если уже взял в руку какой-то инструмент и называть это операцией, то, в общем-то, ну, процентов 30 можно называть, да, что мы будем туда вмешиваться. Да, да, вмешиваться, да, манипуляция, там ее назвать, это вмешательство, там операция, это вопрос такой, да, для дискуссий. Вот. А в основном, то есть в лечении, в геморрое есть таких четыре больших, можно сказать, таких этапа, да. Первый – это режимные моменты, да. Пересмотреть человеку свой образ жизни, да, не засиживаться, там, перерывы. Каждые 30-40 минут встал, прошелся, там, если работа сидячая, там, экономисты, бухгалтера, все это. Вот. Если нагрузки физические, тоже обязательно делать перерывы, отдыхать, так, вот. Пересмотреть питание, если есть дискомфорт, там, в момент похода в туалет. Ну, в общем-то, такие общие рекомендации, которые не внесут, там, много эмоционально затратных моментов в жизнь человека, но лет на 5-7 рост этих узлов замедлит, да. Я сейчас предлагаю выслушать ответ наших ребят на первый вопрос и напоминаю, что он был о том, каким врачам наши соотечественники идут, скрепя сердце, и почему такое отношение. Ну, я считаю, что в данный топ будут ходить гинекологи, психотерапевты и стоматологи. В первую очередь, женщинам стыдно обсуждать свою сексуальную жизнь, раннее, либо позднее, или начало, или вообще отсутствие. Количество половых партнеров, они стыдятся за свой внешний вид и анатомические особенности. Поход к психотерапевту уже означает слабость и неспособность решить самому свою проблему. А заболевания полости рта, в большинстве случаев, это заболевания малоэстетичные и порождают в пациенте ряд вопросов, таких как, что подумает врач, когда увидит меня, что он подумает обо мне за такое отношение к своему здоровью. Ну что ж, Никита, ваш ответ понятен, а я предлагаю сейчас интернет-версию ответа на этот вопрос. Внимание на экран. Итак, почетное третье место занимают гинекологи. Эксперты с радостью констатируют, что за эти годы женщины стали более ответственно относиться к собственному здоровью. На сегодняшний день три четверти из них не реже раза в год посещают гинеколога без видимых причин. Просто с целью профилактики. У тех, кто отказывается от таких регулярных визитов, мотивация порой весьма странная. Например, каждая вторая из них игнорирует визит к врачу потому, что у нее есть постоянный половой партнер. Как будто это может уберечь от гинекологических заболеваний. На почетном втором месте стоматологи, которые годами занимали первую лидирующую позицию. Страх перед такими специалистами сложно объяснить поколению Next. А вот люди возраста 40 плюс бармашинки советских времен помнят очень хорошо. Так что все объяснимо. И на первом месте оказались врачи-онкологи. Это психологически оправдано хотя бы потому, что понятия онкология и смерть для многих являются синонимами. Даже невзирая на то, что с научной точки зрения заболевание этого профиля давно и успешно лечится. Вот так по интернет-версии выглядит тройка лидеров. Но справедливости ради нужно сказать, что пациенты врачей-проктологов тоже не жалуют. И в этом рейтинге они находятся на четвертом месте. Ребята, я вас благодарю за ответ. Второй вопрос для вас уже готов. Внимание на экран. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребят, прозвучал для вас второй вопрос. Готовьте на него ответ. А мы продолжим наш разговор. Конечно, самым популярным заболеванием является геморрой. И мы сегодня уделили ему уже достаточно много внимания. Но какие же еще заболевания приводят пациентов к врачу-проктологу? Наверное, второе по значимости и по частоте обращений это все-таки анальная трещина. Это ситуация гораздо неприятнее, чем геморрой. Вот она болит. В общем-то, в момент похода в туалет сопровождается иногда очень и очень дискомфортными ощущениями. Болевой синдром выражен у человека. И спазм мышц, который наступает после похода в туалет. Вот, в общем-то, удовольствие, надо так сказать, наверное, себе сомнительно. Вот. И, казалось бы, да, маленькая ранка, там сантиметр, буквально полтора сантиметра длина, там до пяти миллиметров ширина. А боль, которая после стула держится там два-три часа. В общем-то, некомфортно, очень некомфортно. Вот. В своем лечении эта болезнь, она тоже не так, да, легкая. Там, к сожалению, с вичами очень редко удается справиться с этой неприятностью. Там приходится пользоваться мазью. Трещина может беспокоить человека до трех месяцев. Вот. Если в течение трех месяцев она не заживает, она превращается уже в хроническую край раны, становится фиброзной, восстановление ее слезистой невозможно в анальном канале. В течение трех месяцев человек приходит к операции, вот, делает ее, да, рана. В общем-то, восстанавливается, заживает и через неделю может порваться опять. Петр Степанович, ну тогда в таком случае, наверное, все-таки предупредить, как-то должно быть легче, чем лечить, да? Что в этом плане провоцирующие факторы и что нужно делать, чтобы избежать их? Трещину, да, проще предупредить, чем ее потом вылечить. Стараться кушать так, чтобы не было запоров. Там больше жидкости, умеренная нагрузка на переднюю брюшную стенку. Поддерживать там кровообращение, опять же, в малом тазу и вообще во всей брюшной полости. Там, в общем-то, и стараться по возможности, когда появляются позывы, там, не думать, а я там два часа, там, донесу до дома, там, всем схожу. Это может оказаться, каждый час может оказаться лишним. Известно еще такое состояние, как параректальные свящивы. Чем это связано и насколько часто они встречаются? Ну, одна из причин – это как раз-таки вот эти анальные трещины, да, это рана, в которую попадает микроб. Вот, когда она целая, слизистая, он живет, он наш, в общем-то, мы с ним дружим. Когда есть дефект, вот, он уходит в подслизистый слой, уходит в мышцы, и там он вредит. И получается, что над мышцами параллельный есть у человека ход. Вот, то есть просвет кишки постоянно соединен, просвет анального канала соединен с параректальной клетчаткой. Ну, в течение, там, трех месяцев формируются грубые рубцы вокруг этого хода гнойного. И, в общем-то, это лечится только оперативно. Лекарствами еще его залечить никогда никому не удалось. Насколько часто встречается именно онкологическая проблема прямой кишки, онкология? Ну, с учетом того, что, в общем-то, прямая кишка, она достаточно доступна, да, орган, да, для осмотра. Это не сигмовидная там, не толстая кишка, когда надо идти делать колоноскопию. Вот. То, в общем-то, хотелось бы, чтобы это было реже. Вот, на самом деле, достаточно частая патология, вот, она очень неприятная сама по себе, чем, что часть операции на прямой кишке заканчивается наложением постоянной колостомы. То есть не хватает, на краю не остается никакой кишки, никакого мышечного там массива, для того, чтобы была возможность вернуть человеку естественный, так сказать, пассаж содержимого кишки, да, и вынуждены выводить часть сигмовидную кишку или там другой отдел какой-то кишки на переднюю брюшную стенку. Вот. И в последнее время, конечно, стараются сохранять замыкательный аппарат, вот тот самый анальный канал, про который мы все до этого времени говорили, да, вот, но это возможно сделать, если край образования глубже 5 сантиметров от улицы находится, да. В общем-то, эти все болезни диагностируются достаточно просто, иногда даже достаточно просто пальцем посмотреть человека, да, и вот до 7-8 сантиметров все опухоли можно найти, вот. Это не обязательно даже этим занимается проктолог, это и хирурги в поликлиниках, в общем-то, там включено в различные там схемы диспансерных учетов, все, в общем-то, это профилактические медосмотры, это плановые медосмотры у человека по месту работы, да, там, после 35-40 лет, это манипуляция, осмотр прямой кишки, пальцевое исследование, оно включено практически во все, в общем-то, плановые медицинские осмотры, ну, наверное, и по всем даже специальностям. А для мужчин, там, старше 50 лет, там смотрят уролог в любом случае. Поэтому, несмотря на то, что это такая достаточно частая болезнь, в последнее время она очень хорошо диагностируется, вот, но, к сожалению, иногда лечение заканчивается тем, что человек получает группу инвалидности и не может работать не по всем специальностям, по которым бы он хотел. Я предлагаю сейчас послушать ответ ребят на второй вопрос и напоминаю, что он был о том, к чему приводит неправильное питание. Конечно же, неправильное, несбалансированное питание не остается незамеченным для пищеварительного тракта и может привести к такой банальной, но очень опасной проблеме, как запор. Во-первых, это в целом неблагоприятно отображается на организме человека. Ко всему этому запор может усугубить уже имеющиеся заболевания, такие как анальные трещины или тот же геморрой, которые могут в дальнейшем приобретать хронические формы. Также можно сказать, что организм терпит хроническую интоксикацию, то есть те вещества, которые должны в норме выводиться, они всасываются через стенки пищеварительного тракта и попадают в общий системный кровоток. Ну и, наверное, самая важная и опасная проблема длительного запора – это воспалительный процесс. Как известно, что воспалительный процесс – это одна из причин развития онкопатологии, о которой мы уже говорили. Поэтому очень важно правильно питаться и дробно. Спасибо. Виктор Степанович, может быть, есть какие-то рекомендации по питанию врача-проктолога для наших телезрителей? Ну, в общем-то, если так, в двух словах, хотя бы четыре раза в день всегда оставаться немножко голодным, не забывать о жидкости. Поэтому толстая кишка, по сути, она забирает воду, которая нужна организму. Чем меньше мы пьем и чем хуже она там в содержимом удерживается, то, в общем-то, тем тверже и неприятнее мы сходим в туалет. Вот. Ну, по возможности, да, самая-то регулярность, да, не так важно, там, продуктов набор, да, там, жирная, острая пища – это все должно быть в рационе питания. Вот. Но как мы кушать привыкли, там, да, там, разрешить, там, спрашиваю, сало можно? Разрешил, да, человек приходит, там, сразу. 150 грамм с черным хлебом. Раз. Ну, так нельзя, конечно, да. Ну, а если это, там, один-два кусочка, то же самое, там, часто спрашивают, там, маринованные, квашеные, там, все капусты, огурцы, помидоры. Ну, да можно все, но должно быть все в сумму. Если это селедка, там, которую все запрещают, там, часто запрещают, то должен быть какой-то гарнир. Обязательно овощи. Вот. Вот. И, ну, и второй момент – это форма, да, чем старше человек становится, тем, да, там, такой, назовем так, там, 45 лет – это вершина, да, а уже туда после 45 он должен спускаться, и лет в 70 он должен кушать все то и в таком виде, в котором он кушал в два года. Вот. Спасибо. Поэтому вот, если в двух словах, то так. Спасибо большое. Я благодарю вас за сегодняшнюю нашу встречу. Напоминаю, что сегодня о заболеваниях прямой кишки мы разговаривали с врачом-проктологом Виктором Степановичем Кратом, а помогали нам двое студентам Гомельского государственного медицинского университета Наталья Пинчук и Никита Лагунов. Спасибо и до новых встреч. Банальность, но все же основа счастливой жизни – здоровье. Мы нуждаемся в нем в любом возрасте, но по-настоящему начинаем ценить тогда, когда его начинает не хватать. Безусловно, застраховаться от всех заболеваний невозможно, но предупредить развитие болезни в состоянии каждой. Берегите свое здоровье сегодня, чтобы не жаловаться на него завтра. И до новой встречи в программе «Тело человека». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова